МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Унске начали благоустраивать зеленый остров. Свинский день рождения. Как сотрудники городского экоцентра пробуждали в Капибаре материнские чувства. Индийский штамм коронавируса не добрался до россиян. Ранее общественность встревожила новость о возможном инфицировании ульяновских студентов новым штаммом. В апреле из Индии вернулись 130 человек. Изначально сообщалось, что 16 из 60 больных коронавирусом оказались инфицированы индийской мутацией COVID-19. Этот штамм считают наиболее опасным из всех мутаций из-за быстрой скорости распространения, высокой смертности и устойчивости к медикаментам. Сегодня Роспотребнадзор заявил, что индийские студенты привезли в Россию обычный COVID-19. Индийского штамма на территории России по-прежнему нет. Кроме того, создатели спутника ВИИ ранее заявляли, что вакцина будет эффективно работать и против опасной разновидности COVID-19, поскольку дает высокий титр антител. В Омске на данный момент прививку от коронавируса уже сделали более 180 тысяч человек. 136 тысяч из них полностью завершили вакцинацию. За минувшие сутки выявлено 59 новых случаев коронавируса. 52 пациента выздоровели. Двое скончались. После инцидента со стрельбой в казанской школе в Госдуме одобрили идею ужесточить правила выдачи лицензий на оружие. Законопроект вводит запрет на получение документа гражданами с двумя и более погашенными судимостями, а также водителям, которых улечили в нетрезвой езде. Кроме того, в Софеде рассматривают возможность повысить до 21 года возраст, по достижении которого можно приобретать оружие. Примечательно, что такое же предложение было озвучено в 2017 году после вооруженного нападения в Керченском колледже. Кстати, инициатива принадлежала Госсовету Татарстана. Тогда законопроект был отклонен. Решит ли проблема ужесточения правил выдачи оружия, разбиралась наша съемочная группа. Заработал на ружье 30 тысяч рублей, перепродавая предметы в онлайн-игре. На следующий день купил 100 патронов, а через месяц устроил стрельбу в собственной школе, откуда несколько лет назад выпустился. После трагедии в Казанской гимназии появилось множество предложений о внесении поправок в российское законодательство. Главный посыл — оружие должно стать менее доступным для населения. Однако, как оказалось, не все согласны с предложенными мерами контроля. Иван Иванов, охотник с 40-летним стажем, считает, чтобы избежать подобных трагедий, достаточно вернуть советский охотничий минимум, который был отменен в России в 2009 году. Экзамен на право владеть ружьем включает в себя проверку знаний правил охоты и прохождение специальных курсов, аналогичных автошколам. Введение возрастного ценза, говорит Иванов, только усложнит жизнь законопослушных охотников. Сегодня для того, чтобы получить государственный охотничий билет, который необходим для покупки ружья, достаточно лишь подать заявление в МФЦ. Мы за то, чтобы обязательно ввели охотничий минимум. Это хоть небольшой, но все-таки фильтр для того, чтобы туда не попадало все то, что не нужно. Ужесточать нет смысла вообще никакого. Нужно просто-напросто, конечно, проблему решать в другой плоскости. Чтобы получить сегодня новое оружие, это в пределах где-то 10 тысяч, это медицинское, это госпошлина, это транспорт, это все остальные затраты. О том, кто и какое оружие приобретает, отслеживают в Росгвардии. По словам владельцев оружейных магазинов, проверки каждые полгода. Фактов незаконной продажи оружия в Омске не зафиксировано. Казанский стрелок приобрел оружие совершенно законно. Эксперты уверяют, избежать трагедии позволит налог на хранение оружия. В этом случае, считают специалисты, его будут покупать исключительно для использования в рамках закона. Сейчас, чтобы приобрести оружие, необходимо предъявить охотничий билет и лицензию на хранение, которые включают в себя прохождение детального медицинского обследования. Однако, по мнению доктора психологических наук Дмитрия Четверякова, даже заключение десятка специалистов не всегда гарант того, что ружье, которое, образно говоря, висит на стене, не выстрелит. В случае с казанским шутером, по предположению психотерапевта, имеют место быть психические расстройства, которые еще называют генетической бомбой замедленного действия. Обострение может произойти в считанные часы. В этом случае в психиатрии самым опасным возрастом считается период от 17 до 21 года. Впрочем, даже если родственники или знакомые заметили тревожные изменения в поведении, потребуется немало сил и времени, чтобы помочь человеку и предотвратить возможную трагедию. Связывают руки, говорит эксперт, действующее законодательство. На сегодняшний день по действующему законодательству есть два пути госпитализации подобных пациентов. Первое – это его добровольное согласие. Здесь оно исключено, потому что человек не считал себя больным. И второе – это заявление родственников, которое подается в психиатрическую больницу. Врач-психиатр по месту проживания данного гражданина смотрит, представляет гражданин опасность для окружающих или нет. Потом вместе с этим заявлением и мотивированным заключением психиатрической больницы идут в суд. И только после судебного решения дается разрешение только на освидетельствование, даже не на госпитализацию. Вокруг ювенальной юстиции сломано уже немало копий. Попытка родителей вмешаться, даже с лучшими побуждениями в личную жизнь ребенка, может обернуться судебным делом. При этом сам ребенок, если сочтет родителей слишком навязчивыми, может нажаловаться на них в полицию, омбудсмену или в органы опеки. Хотя, как показывает жизнь, у европейской модели отношений ребенок-родитель, подразумевающей неприкосновенное личное пространство подростка, есть своя обратная сторона, которая может стоить слишком дорого. Спустя всего пару дней после трагедии выяснилось, что ровно год назад один из студентов колледжа, в котором учился казанский стрелок, совершил суицид. При этом, по словам его матери, перед самоубийством сын слово в слово повторял фразы, которые на допросе кричал шутер. Готовьте ваши денежки. Около 50 частных перевозчиков, работающих на нерегулируемых маршрутах, объявили об увеличении стоимости проезда до 30 рублей, вне зависимости от способа оплаты. Об этом сегодня на экстренном брифинге рассказали в Мэриумском. Цены изменятся уже с 15 мая. На данный момент повлиять на решение частников невозможно. Удастся ли прийти к компромиссу, на что готовы в администрации ради удержания стоимости проезда на нынешнем уровне? Кому изменения больше всего ударят по карману? Расскажет Филипп Лебедь. Решение об отмене льготных тарифов и уравнивании стоимости проезда для всех категорий граждан не иначе, как Димарш со стороны частных перевозчиков, уверены в администрации Омска. Поддерживают позицию мэрии и депутаты городского совета. С 15 мая в 48 городских маршрутках перестанут действовать льготы для пенсионеров, школьников и студентов. Проезд на многих нерегулируемых маршрутах для всех будет стоить 30 рублей. Причем перевозчики могут отказаться от терминалов. Что такое автоматизированная система оплаты проезда? Это система, которая учитывает движение всех денежных средств и количество перевезенных пассажиров. Она позволяет оценивать доходы, расходы перевозчиков, способствует повышению прозрачности уплачиваемых ими налогов и сборов в бюджет различных уровней и выплат собственным работникам, естественно. А здесь самое главное заключается в том, что отказ ряда перевозчиков от работы в системе ОСОП нами расценится как попытка скрыть свои доходы и уйти в серую зону оплаты проезда наличными денежными средствами. Жалобы со стороны бизнесменов, работающих на нерегулируемых маршрутах, на то, что им не хватает пассажирских денег, звучат давно. Еще в конце прошлого года частники грозились поднять стоимость проезда до 30 рублей вне зависимости от способа оплаты. Но тогда предпринимательский аппетит все же удалось сбить благодаря повышению компенсации за льготников. Однако спустя полгода у перевозчиков очередной приступ финансового голода. И здесь бессильно даже федеральное законодательство. На нерегулируемых маршрутах бизнесмен вправе самостоятельно устанавливать как стоимость, так и способы оплаты. Перевозчики издают собственный приказ о повышении стоимости проезда, направляют его в муниципальное предприятие пассажирсервис для перепрограммирования транспортных терминалов и направляют нам уведомления о том, что они повышают стоимость проезда до такой-то суммы. По подсчетам мэрии, больше всего от решения частников пострадают многодетные амичи, дети которых добираются до школы на маршрутках. В месяц для оплаты проезда на одного ребенка придется тратить на 352 рубля больше. Существенно потеряют и студенты. Многие едут до университетов с городских окраин с пересадками. Мы студенты. Мы студенты, мы нас сильно скажем. Я думаю, намного на кого скажется. Нам бы не хотелось такого. Конечно, скажется. Потому что это же очень дорого будет для нас. Пенсии маленькие. Так что вот так, ребята. Мы для чего работали, чтобы это еще потерять? Это очень плохо. Я имею льготу и буду ее лишена. Это очень плохо. Не все частные предприниматели решились поднять стоимость проезда. Объясняют это тем, что сегодня, если вовремя обновлять подвижной состав и при этом использовать в качестве топлива газ, можно значительно сэкономить и на деталях для ремонта, и на заправке транспортных средств. Регулярно обновляем подвижной состав. Мы, в принципе, можем сдерживать цены именно на том, который позволяет на сегодняшний день быть актуальным для жителей нашего города. Я добавлю, с вашего позволения, обеспечить качественное транспортное обслуживание пассажирам. Безусловно. Спасибо. В департаменте транспорта уже готовят ответ на демарш перевозчиков с нерегулируемых маршрутов. В качестве одной из ответных мер предлагается на тех участках города, которые сегодня обслуживают только частники, поставить муниципальные автобусы. Тогда амичи смогут выбирать, платить им всегда по 30 рублей, или же иметь возможность проехать по льготному, школьному или студенческому тарифу. Например, 69-й муниципальный маршрут предлагают продлить до ПО Иртыш, 61-й до поселка Светлый и так далее. Окончательное решение в этом вопросе будет принято в понедельник. Также в Омске продолжают разрабатывать новую транспортную сеть, по которой к лету следующего года все маршруты сделают регулируемыми. То есть участников не будет такой свободы в вопросах ценообразования своих услуг. Амичи-миллионеры выплатили более 200 миллионов рублей налогов. Областное управление Федеральной налоговой службы раскрыло статистику поступлений в бюджет за прошедшие месяцы этого года. В регионе около 800 человек облагаются так называемым налогом для богатых. Он введен в 2021 году. Повышенная ставка 15% применяется для тех жителей, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей. Таким образом, за 4 месяца в областной бюджет поступило 218 миллионов. Из них и 28 миллионов зачислено в федеральный бюджет. Ведомстве уточняют, цитата, «Поступление налога планируется направить на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями». Конец цитаты. По прогнозам налоговиков, за год бюджет получит почти полтора миллиарда рублей с налогом на богатых. В Омске обнаружили опасную концентрацию формальдегида. Пертышская ГМС представила данные за 12 мая. Не повезло жителям центрального округа города. Водом воздух содержал опасную дозу примеси этого бесцветного газа с резким неприятным запахом. Ведомстве уточнили, превышение нормы составило почти полтора пункта. Формальдегид относит к веществам второго класса опасности. И он может навредить здоровью человека. Синоптики также сообщили, цитата, «В остальных округах города опасных ПДК не наблюдалось». Конец цитаты. В Омске при перевозке наркотиков задержан бывший сотрудник уголовного розыска. Как сообщают в пресс-службе ФСБ, при себе у ранее судимого экс-сотрудника правоохранительных органов обнаружено и изъято 5,5 килограммов героина. Согласно материалам дела, мужчина совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, который он предварительно расфасовал для дальнейшей продажи на специально арендуемой квартире. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Территория парка «Зеленый остров» станет частью масштабного проекта, одной из самых длинных в Европе 15-километровой набережной. Правда, пока речь о строительстве объекта не идет. Выделено 12 миллионов рублей на инженерные изыскания. А вот благоустройство парка «Зеленый остров», которое преобразят в три этапа до 2023 года, в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды, идет полным ходом. Что уже сделали строители и успеют ли подрядчик сдать работы первой очереди в срок осенью, расскажет Дарья Тюменцева. Посетителей парка «Зеленый остров» на входе со стороны улицы Кемеровской встречает строительная площадка и паспорт объекта. Рабочие с конца апреля уже успели выполнить демонтаж старого асфальта, бордюров, прокладывают электрокабель для установки освещения, высадили 20 тополей. Согласно проекту первой очереди реконструкции территории парка, стоимость которого 65 миллионов рублей, подрядчику предстоит выполнить большой объем работ, в том числе установить скамейки, урны, информационные стенды, велопарковки и все это до 1 октября. Предстоит сделать, забетонировать гильзы под опоры освещения. Сразу же последующая работа это будет здесь дорожная одежда, велодорожек и тротуаров, асфальтирование, озеленение и сразу поднимаемся на верхнюю часть. С 1 июня подрядчик зайдет на еще одну часть парка от центральной аллеи до косы. Стоимость второго контракта 25 миллионов рублей. В эту сумму входят помимо обустройства велопешеходных дорожек, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм и туалетных модулей. Для разделения потока пешеходов и велосипедистов, которые обычно конфликтуют между собой, пешеходную тропу проложат в верхней части парка, а велосипедную дорожку снизу. При этом существующее покрытие заменят. Много было вопросов, зачем менять асфальтобетонное покрытие, которое и так в хорошем состоянии. Помимо того, что сейчас эта велодорожка представляет свое просто асфальтобетонное покрытие, будут установлены бортовые камни, освещение. Все эти работы, они так или иначе привели бы именно к разрушению существующего асфальтобетонного покрытия. Несмотря на то, что, на первый взгляд, он находится в удовлетворительном состоянии, все-таки по завершению работ по благоустройству даже такой асфальт будет смотреться как старый, некачественный по сравнению с новой выполненными работами. Контролировать качество работ будет заказчик, управление городского хозяйства и благоустройство, а также строительный контроль. Вместе с тем на объекте установят видеокамеры. Территория парка в планах станет частью масштабного проекта по строительству самой длинной набережной в Европе. Сейчас благоустройство здесь ведется с прицелом на будущее, чтобы обновленная парковая территория гармонично вписалась в концепцию. В Центре компетенции по вопросам городской среды уже подыскивают специалистов для проведения изыскательских работ. Первые 12 миллионов рублей на изыскание уже сейчас торгуются. Пожалуйста, можно посмотреть заявку. И специалисты по изысканиям нам эту информацию предоставив. Через 3-4 месяца они уже большую работу сделают. И мы будем ориентироваться, где именно она должна пройти. Зеленый остров не единственная территория, которую благоустраивает в этом году в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. Подрядчики зашли на 9 объектов. Общая сумма финансирования работ – 272 миллиона рублей. В Омской области появились опасные клещи. Специалисты лаборатории исследовали паразитов, которые принесли на мечи. Из 368 особей 4 оказались энцефалитными, а 10 – заражены баррелиями. Однако, как сообщают в Роспотребнадзоре, случаев инфицирования среди людей не зарегистрировано. С начала года уже более 7 тысяч человек поставили прививки против клещевого энцефалита. Это самая эффективная мера профилактики, подчеркивают в ведомстве. К тому же, в этом году активность членистоногих снижается почти в три раза меньше укусов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Специалисты напоминают, во время активного отдыха на природе лучше надевать закрытую одежду. Если избежать встречи с клещами не удалось, то снимать паразита самому не рекомендуется. Следует обратиться к медикам и отправить паукообразного в лабораторию. Тренер ромского авангарда прокомментировал слухи о его переходе в НХЛ. Ранее появилась информация, что Боб Хартли стал одним из претендентов на должность тренера нью-йоркской команды «Рейнджерес». Она выступает в национальной хоккейной регии. Канадский тренер озвучил вероятность своего перехода американскому инсайдеру. Хартли отметил, что хотел бы чаще видеться со своей семьей, однако сама идея возвращения в НХЛ кажется ему слишком сложной. Для правильной оценки ситуации наставник омских ястребов требуется время. Напомню, Хартли работает в «Авангардзе» с 2018 года. В этом году команда завоевала кубок Гагарина. У меня еще год контракта с «Авангардом». У меня две внучки, которых я хочу видеть чаще, и сын Стив. Мне нужно пройти курс реабилитации, чтобы не ходить на каток. Я действительно не знаю. Иногда я слишком честный. Мне не понравилось, чем все закончилось на моем последнем месте работы в НХЛ, в Калгари. Но так иногда бывает. Прибавление семейства. В городском парке юнатов мимиметр зашкаливает. Счастливыми родителями стали сразу несколько обитателей. Пара капибара и обыкновенные игрунки. Омская знаменитость капибара Капыч, которому подругу искали всей страной, стал отцом уже второй раз. А у маленьких обезьянок на свет появилась миниатюрная двойня. Как чувствует себя новорожденной? И почему в семействе игрунок роль матери на себя пришлось взять отцу? Выясняла Ирина Сорокина. Ждали к осени. Появились весной в детском экоцентре стало на четыре обитателя больше. Малыши родились сразу в двух семьях. Пара капибара и обычные игрунки обзавелись потомством. Капибары Капыч и Марфа стали родителями уже второй раз. На свет две маленькие капибары появились еще три недели назад. И только сегодня их вывели в люди. По словам сотрудников экоцентра, Марфу вряд ли можно назвать образцовой матерью. Пришлось потратить немало усилий, чтобы пробудить в невозмутимой водосвинке материнский инстинкт. Задача оказалась непростой. Еще и потому, что новорожденные капибары, несмотря на нежный возраст, обладают острыми зубами. Мы ее придержали немножко, их подвели к ней. Ну, они начали питаться постепенно, постепенно. Потом она поняла, что это ее дети. Она сначала не понимала, не представляла. Ну и начали питаться постепенно. И потом уже она тоже во вкус вошла. Я понял, что начала и сама кормить. Это достаточно такие кусучие существа. Могут хорошо цапнуть за палец, острые зубы, открытые глаза, уже полностью шерсти, как маленькая, вот, как сказать, свинка морская. Эксперимент удался. Теперь две девочки вместе с мамой живут в мире и согласии в отдельном просторном вольере. А самец рядом, в соседнем. Если в семье Капибар царит семейная идиллия, то игрунка Манюня оказалась морально не готова к материнству. Терпения на детей не хватает. Видимо, в силу возраста и неопытности, она у нас еще очень такая раздражительная особо. В общем, если что-то не нравится, дети от нее сбегали. Даже вот в первую неделю не пытались от нее сбежать через сетку. Их очень трудно идентифицировать. Мы даже не знаем, кто это по полу пока. Ну и стараемся к ними привязываться, потому что оставлять их нет смысла. Хотя они живут семейными группами, видимо, мы будем предлагать их на реализацию в другие зоопарки. Обезьянка только в ноябре переехала в Омск из Красноярского зоопарка. Ее жених Митяй около года находился один. Что для игрунок тяжело, поэтому невесту принял гостеприимно. А потом, наверное, влюбился, умиляются работники зоопарка. Митя, в отличие от своей ветреной спутницы, примерный семьянин. Всю заботу о детях, кроме кормления, буквально взял на себя. Игрунки носят детенышей на спине, как и большинство приматов. Малыши растут быстро, и сотрудники экоцентра уже сейчас задумались о расширении жилплощади. Если оставлять всех, придется строить как минимум три новых вольера. Скорее всего, с потомством придется расстаться и передать другим зоопаркам. Из-за этого к малышам сотрудники экоцентра стараются не привязываться. Хотя, признается Евгения Кистенева, сделать это очень сложно. Это все новости на сегодня. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Кишмирешкина.